Добрый день, с вами Дина Краснова. И в этом видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 загрузить выписку из банка и также сделать настройку обмена с банком. Начнем мы с того, что сделаем настройку. Для этого перейдем в раздел «Банк и касса», «Банковские выписки». Нажимаем «Еще» и в перечне находим «Настроить обмен с банком». И теперь мы с вами будем настраивать обмен с клиентом банка. Здесь нам нужно выбрать название программы. Можно найти свой банк, если он здесь есть. Я выберу вот эту. Будет такое название. Дальше файл выгрузки в банк. Это тот файл, в котором вы будете выгружать платежные поручения. И здесь, допустим, можно выбрать какую-то папку, где этот файл будет храниться. Указать его название, как он обычно называется. То есть обычно они все одинаково называются. И нажать «Сохранить». Здесь я не буду выгружать банк платежные поручения. Я их сразу делаю в клиент банке, поэтому я буду настраивать только загрузку. Для загрузки то же самое. Выбираем файл. Здесь вот клиент банк. Из клиента банка в 1С он называется. И он у меня находится всегда в папке загрузки. То есть я выбираю место, где он хранится. Дальше можно выбрать кодировку по умолчанию Windows. Но можно выбрать и DOS. Здесь зависит от того, какой у вас банк. И здесь уже нужно смотреть непосредственно настройку с вашим банком. Дальше идет группа для новых контрагентов. Если здесь ничего не указать, по умолчанию будет загружаться корневую папку контрагенты. Либо здесь можно какую-то группу отдельную создать и туда уже загружать ваших контрагентов. Дальше здесь мы указываем, что мы будем выгружать и что мы будем загружать. Выгрузка у нас идет в платежных поручениях. Сразу можно оставить флажок «Корректность номера» и «Безопасность обмена с банком». Здесь по умолчанию можно оставить флажки. Загрузка у нас автоматически создания ненайденных элементов. То есть если какого-то элемента нет, справочники, например, контрагента, то программа будет его автоматически создавать. Здесь перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком». Это если нужно, может установить флажок, может не устанавливать. И если вам нужно, чтобы документы после загрузки сразу проводились, то есть не просто загружались, а проводились, можно здесь установить флажки. Если вы их сначала проверяете и потом проводите, то тогда здесь флажки не устанавливают. То есть здесь уже на ваше усмотрение. То есть если у вас документы не нуждаются в никаких дополнениях, и можно их сразу, соответственно, проводить, можно сделать автоматическое произведение. Я обычно оставляю и провожу уже потом, после того, как все проверю и внесу, если нужно, какие-то изменения. Нажимаем «Сохранить и закрыть». И для того, чтобы загрузить выписки, нажимаем опять «Еще» и выбираем уже не «Настроить обмен с банком», а просто «Обмен с банком». И, соответственно, у меня вот сразу автоматически, потому что файл у меня выгружен из клиент-банка, идет загрузка выписок. Ну, здесь у меня просто по умолчанию выписка за один день. И если все нормально, я все проверила, я могу нажать «Загрузить». И у меня загружается. И, соответственно, формируется поступление на расчетный счет. Дальше здесь у меня по умолчанию они не проведенные. Я могу открыть, если нужно отредактировать, провести. Если у вас будет проведение сразу, тогда они у вас будут сразу проведены. И они появляются уже, вот эти вот документы 2, 21 числа, они появляются в банковских выписках. Но из-за того, что они автоматически не проводятся, пока они без флажочка не проведены. Вот таким вот образом в программе «Одинный бухгалтерий 8. Редакция 3.0» можно настроить загрузку выписок и загрузить выписки из клиент-банка. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. И заходите в мои группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго. И до встречи на следующих видео.